Рад снова видеть вас на своем канале и сегодня я вам расскажу, как сделать переход из одного кадра в другой с помощью обычного кофе. На самом деле, этот переход можно делать абсолютно с помощью любых предметов, но сейчас зацените мой кофейный переход. Ребят, согласитесь, что выглядит необычно, но знаете, что еще более крутое? Это то, что я оставил ссылку на этот переход в описании к этому видео. Вы можете скачать его и использовать. И так как я, в принципе, не большой блогер, у меня 17 тысяч подписчиков, то, соответственно, данный переход, я думаю, будет использовать буквально пару десятков человек. И вы, в принципе, навряд ли где-то еще сможете увидеть данный переход. Второй момент, который также мне очень нравится, это то, что вы можете сами, сидя дома, как я это сделал на кухне, сделать какой-то подобный переход. И я вам, кстати, сейчас, чуть попозже про это расскажу. Но перед этим пару советов хочу вам дать. Первое. Вы можете использовать какие-то, знаете, маленькие предметы. К примеру, если вы фудблогер, то вы можете использовать овощи, фрукты. И они также могут перекатываться и тем самым переходить с кадра на кадр. Также, если, допустим, вы какой-то механик, то вы можете использовать гайки, болты и так далее. Все, что вам нужно, чтобы создать такой переход, это иметь синий экран. Ну, либо синюю какую-то ткань. Ни в коем случае не используйте зеленую ткань. Дело в том, что зеленый, он отражает цвет. И на объекте, который вы будете снимать, будет, знаете, такой зеленюшный оттенок создаваться. И вам нужно быть просто боженькой цветокора, чтобы потом этот зеленюшный оттенок вывести из кожи, либо с предмета, который вы снимаете. Поверьте мне на слово, потому что я уже сталкивался с такой проблемой и запорол пару кадров, потому что я не боженька цветокора. Ладно, меньше болтовни. Давайте я вам лучше покажу, как я сделал данный переход. Вот так выглядит моя импровизированная студия, которую я организовал у себя в столовой. На стол я положил синий экран. Вот, собственно, стол. Вот синий экран. Я выключил абсолютно все источники света в столовой. Единственное, с зала падает небольшой свет, но он... Я не думаю, что он какой-то, знаете, такой жесткий от вот этого торшера телевизора. Собственно, в столовой такой, как видите, полумрак. Также, смотрите, установил два софтбокса. Софтбоксы дешевые, по-моему, там по 20-30 долларов каждый, так как внутри ничего особенного, просто обычные лампочки. То есть, поменяв лампочку, вы сможете поменять температуру света. Давайте я вам покажу поближе кофе. Как видите, нет никаких жестких теней. В кофе видно хорошо. То есть, сейчас хороший динамический диапазон. И, собственно, это то, что мне нужно. Примерно где-то через час я сяду за Premiere Pro и начну это все монтировать. Ну, а вы, собственно, переместитесь туда прямо сейчас. Вот мы в Adobe Premiere Pro. Здесь я уже смонтировал данный переход. Но скажу вам сразу, вы можете использовать абсолютно любую программу. Монтажную, нелюбительскую, более-менее там какую-то профессиональную. Итак, поехали. Я вам сейчас все наглядно покажу. Для начала я отключу эффекты, которые я уже применил. Так, нижний фон отключу. Вот это отключу. И поехали, ребят, по порядку. В отдельную папку фото кофе я разместил непосредственно все фотографии кофе. У меня получилось 11 фотографий. Далее я перетащил их на таймлайн. Я решил, что у меня анимация будет происходить каждые три кадра. То есть, как видите, вот у меня первый кадр. Если стрелочкой вправо нажать три раза. Раз, два, три. То есть это вот мы перескочили на три кадра вперед. У меня происходит смена кадра. Дальше три. Если бы я сделал через кадр, то была бы просто полная билиберда. Поэтому я решил сделать через три. Через четыре кадра мне показалось слишком длинно. А вот здесь вот три кадра это самый оптимальный вариант. Так что на будущее используйте каждые три кадра. Сейчас нам нужно найти ту фотографию, с которой мы непосредственно и будем работать. А потом уже все эффекты перенесем на остальные. Ну давайте, допустим. Ну давайте вот эту фотографию возьмем здесь. Потому что половина экрана синяя. Половина экрана занята кофейными зернами. Так, сейчас включу эффекты. Итак, первое, что я сделал, это немного осветлил и покрасил данную фотографию. То есть, чтобы это сделать, чтобы это, собственно, покрасить, нам нужно вот здесь от кнопки Windows во вкладке Windows зайти в Workspace и нажать Color. Таким образом у нас откроется специальная рабочая среда, где нам будет очень удобно заниматься цветокоррекцией. Итак, чтобы делать удобнее цветокоррекцию, я вам предлагаю открыть здесь Lumetri Scopes. И самое важное, на что вам нужно обратить внимание, это вот на этот график. 100% это самые светлые участки, 0% это самые темные участки. Соответственно, вам нужно выкрутить хайлайты, тени таким образом, чтобы вот этот график чуть-чуть внизу касался нуля и вверху тоже чуть-чуть касался ста. Вот, также я прибавил немного Saturation, это контрастность, потому что, насыщенность точнее, потому что изначально у меня было где-то вот так. Я сделал чуть-чуть понасыщеннее, то есть картинка стала более красочной. Вот, собственно, ребят, я здесь не делал ничего такого сверхъестественного, я просто повысил насыщенность и сделал картинку чуть посветлее. Собственно, ничего такого секретного я не делал, я думаю, с этим все справятся. Итак, погнали дальше, заходим в Editing. Итак, ребят, чтобы удалить вот этот синий экран, нам нужно найти такой эффект UltraKey. Я его уже нашел, вот он. Далее мы перетаскиваем только на тот кадр, в котором мы хотим работать, скидываем. И нажав на этот кадр, то есть как бы выбрав его, мы находим непосредственно вот этот UltraKey эффект. Давайте я, наверное, еще раз закину и заново просто это сделаю, чтобы вместе с вами все, так сказать, прочувствовать заново. Открыв этот эффект, мы видим настройки. Здесь в Settings мы выбираем Custom, выбираем далее пипетку и где-нибудь в синюю область нажимаем этой самой пипеткой. Как мы видим, у нас не удалился весь синий фон. Если я включу задний фон, я уже покрасил его таким зеленым цветом. И вот здесь прекрасно видно, что у нас есть какие-то артефакты. Такое ощущение, как будто зерна лежат не на синей ткани, а на зеленой, но все же ткани. Это нам не подходит, поэтому выключаем нижний проверочный, так сказать, слой и начинаем копаться в эффектах. Дальше открываем Made Generation. С помощью вот этих вот значений мы можем непосредственно играться с задним фоном и таким образом его как бы удалить. Итак, начнем. Выкручиваем влево, выкручиваем вправо и смотрим по каждому параметру. Так, если мы, смотрите, если мы сильно вправо вводим Transparency, то у нас исчезают зерна. Это нам не нужно. Нам нужно найти какую-то золотую середину. Это где-то 55. Highlights. Так, highlights. Сразу же видно то, что их нужно убирать на ноль. Тени. Тени тоже убираем в ноль. Tolerance. Уходим в 100. Destel. Подложка наша. Тени тоже уходим в 100. Да, здесь в 100, потому что если даже... Хотя не факт. Смотрите, вот когда непонятно то ли 100, то ли 40, нужно всегда увеличивать. Увеличиваем наш футаж. И смотрим вот на такие вот всякие артефакты, чтобы они ушли. То есть видим, да, у нас какие-то точечки. Если на 49, точечки еще есть. Ну да, окей. Подложка у нас должна оставаться на 100%. 100%. Окей. Смотрите. Мы в принципе вроде как бы убрали. И вроде даже это выглядит все достаточно неплохо. Но если приблизить, то видно, что какое-то оно все, знаете, прям покусанное. Соответственно, идем в следующий параметр. Параметр made clean up, где мы можем вот как раз таки подчистить все, что нам не нужно. Так, челк. Это такая прям грубая, так сказать, стерка. Софт. Это у нас заглаживание. А вот этим инструментом мы сглаживаем как бы вот эти края. Выглядит, конечно, так себе. Но с учетом того, что всего 3 кадра в секунду будет виден непосредственно, будет видна вот эта фотография, то в принципе, я думаю, это сойдет. Конечно, если бы мы вырезали человека и были бы такие убогие края, то, ну, во-первых, мы бы это делали в After Effects, они здесь. Во-вторых, там немножко другой подход, но нам сойдет. Поехали дальше. В принципе, в принципе, выглядит достаточно неплохо. Но мы эти зерна будем накладывать на видео. Вы можете видеть, что очень много зеленых таких пробелов. Чтобы нам это избежать, мы берем, копируем эту фотографию и кладем еще одним слоем как бы под такую подложку. Я это уже сделал. Сейчас просто я вам это покажу. Я взял этот же слой, закинул его ниже и чуть-чуть подвинул. То, что здесь такая полоса осталась, это, в принципе, ничего страшного. Потому что, если мы включим верхний слой, то здесь ничего не видно. Вот. Но все равно, видите, какие-то зеленые вот точечки остались, поэтому я решил сделать еще третий слой. В принципе, можно сделать и четвертый слой, но я решил на этом остановиться, так как, опять же, повторюсь, вот эту фотографию мы будем видеть всего три кадра в секунду. То же самое я сделал с пятью остальными фотографиями. То есть, там, где зерен очень много, то я как бы наложил такими слоями. К примеру, здесь, когда зерна как бы только затекают в кадр, то нам, в принципе, это не играет никакой особой роли, никакой сути. Но вот здесь, когда уже после вот этого, получается, кадра... Ага, вот здесь. То есть, здесь произойдет у нас на этом моменте склейка, и нужно, чтобы ничего не просвечивало. Ничего не просвечивало. Именно поэтому я решил, как бы так, наложить несколько слоев. Единственное, вам нужно будет еще записать, либо найти какой-то звук, и как бы на задний фон это все положить. Как видите, такой переход сделать достаточно просто. Но если вы не разобрались, как сделать то же самое, по каким-то причинам у вас это не получилось, то вы всегда можете использовать мой переход, который найдете в ссылке в описании. Единственная просьба, ребята, ставьте какой-нибудь комментарий к этому видео. Лучше напишите свою идею, какой бы еще переход вы бы хотели увидеть такого же плана. Допустим, это, не знаю, либо газета какая-то порванная должна стекаться сверху вниз, либо овощи, либо гайки. Возможно, вы реально посоветуете мне какую-то интересную идею, и я воплощу ее в жизнь, и также выложу в открытый доступ. Так что, одна голова хорошо, а пару тысяч голов гораздо лучше. Надеюсь, вам понравилось это видео, и я с вами не прощаюсь, так как мы обязательно встретимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok